На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, как не бояться, а именно полюбить Бога. Есть такое выражение «страх Божий». Это выражение библейское, это выражение Священного Писания. Говорится даже, что страх Божий – это начало премудрости. Но не все понимают, как именно сочетается страх Божий и любовь к Богу. А ведь они сочетаются, и они должны сочетаться по одной простой причине. Потому что то и другое одинаково предписывается Священным Писанием, одинаково предписывается нам Библией самой. Начало премудрости – страх Божий с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть заповедь «возлюби Господа твоего всем сердцем, своим помышлением своим и ближнего своего, как самого себя». Как нам одновременно исполнить и то, и другое? Многие затрудняются с ответом на этот вопрос, не понимая, что означает страх Божий. И говорят, что Бога бояться не надо. Нет, Бога бояться надо. Но это должна быть непростая боязнь, обычная наша, как мы боимся чего-то очень неприятного в нашей жизни. Мы боимся, скажем, заболеть или попасть под машину или каких-то других очень неприятных и страшных вещей, которые случаются время от времени с нами в нашей жизни. Так ли нужно бояться Бога, как мы боимся аварии на дороге или летать на самолете? Нет, конечно, бояться Бога так не надо. Нужно бояться прогневать Бога своими грехами. Вот это и есть содержание понятия «страх Божий». Страх Божий ведет нас к добру. А страх обычный, страх вот наш бытовой такой, он препятствует нам делать очень многие вещи, которые без страха мы могли бы, наверное, совершить и во славу Божию, и на пользу многим-многим людям. Так что бояться Бога означает бояться прогневить Его милосердие, бояться совершить что-нибудь такое, что будет недостойно нашего высокого звания христианина, бояться совершить что-то такое, что Он искупил уже на кресте. И наше спасение куплено дорогой ценой, ценой крови Христовой, ценой креста, ценой страдания Его, ценой Его смерти и погребения. Мы все знаем об этом. И, конечно, каждый из нас должен бояться, чтобы вот это великое милосердие Божие, Его великое снисхождение, великую жертву не осквернить своим небрежением, своими грехами. Поэтому боязнь Бога, она очень хорошо складывается с любовью к Богу. Если мы по-настоящему любим даже не Бога, а какого-то человека, конечно, мы будем бояться потерять Его. Мы будем бояться потерять Его любовь, потерять Его расположение. Точно так же мы должны бояться и Бога. То есть в вопросе, я вижу противоречия некоторое, как не бояться, а именно полюбить Бога. А вот надо и то, и другое сочетать в своей жизни. И боязнь, страх Божий, он будет помогать любить Бога по-настоящему. Не просто абстрактно любить, а любить делами, любить воздержанием от зла и удалением от всего того, что отделяет нас от любви Бога. Мы любим Бога, мы стараемся Его любить. Но надо еще стараться, чтобы и любовь Божия, как солнце, достигала нашей души. Чтобы между нами и солнцем, правды, Христом, Богом нашим, не было средостейния, не было какой-то загородки, которая будет препятствовать нам находиться под лучами Его великой любви и милосердия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.